Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Вот вы сегодня с моим другом Андреем приехали провести вечер на Амуре. Андрею говорю, давай снимать видео. Андрей говорит, не, фильмы снимать не будем. Начали ловить рыбу, поймали первых двух хвостов в мешке таких. И Андрей говорит, давай, наверное, отснимем. Вот. Покажи хоть мешок, покажи. Мешок. Тут мешок, конечно, подними мешок, чтобы так со стороны было видно. Нет, внутри можем покажать. Внутри. Тут хвосты очень даже ничего. Здоровые такие, зачетные рыбы. Очень даже ничего, очень приличных размеров. Ну как, мы, конечно, не то чтобы там это, но вот мы сейчас их пытаемся с этой стрелки. Было четыре поклевки. Две вытащили, две не вытащили. Потому что проблема была в маленьких тройниках. Вот. После того, когда я поставил уже вот такой тройник на 100-граммовый Касмастер, вот тогда уже сходов перестало. Вот только Гамакасу, вот такого номера здоровенного смог уже принести нам пару рыбин. Они вот тут, прямо на этой стрелке, вот их тут стадо целое. Мотор у нас включен, держит струю. Мы тут маневрируем в свободном плавании. Вот на этой вот развилке. Попробую я под этот бережок запустить. Хотелось бы, конечно, увидеть что-нибудь и покрупнее. Килограмм так на 10 и на 20. Еще не вечер. Как наш мотор. Как с это, слышишь, с GPS привязки прямо держит. На струе, да? Мотор живет своей жизнью, держит нас как надо, прямо на точке. Ну-ка, где там рыб? Тормозить, конечно, 100-граммовую блесну тяжело во время полета. Ну, что поделаешь. Надо управлять вот так вот, ногой, короче. Все нормальные пацаны управляют ногой мотором. Видишь, он так вот на точке и висит. Рупель управляется ногой. Попробуем. Да, пониже. его надо подсекать да это не таймень конечно и ушли бы может быть на тройники бы тоже бы на тебе бы вытащил тоже были нормально рабочие у меня такой тройник у него если он на тюку хватает я даже так и не парюсь на просто подсекать не нужно без рыбков но сейчас пройдемся ну вот они прямо там вот они трутся королевский заброс чему приспособились за мотором управлять новая технология gps навигация смотрите пацаны привязка к gps навигатору царапнула промахнулся вот как если царапнул не спеша медленно тени видишь я прям как промахнулся да потому что промахнулся вскользь а а так 100 граммовый космастер всю не зарекомендовал себя как надо вот это был корч я уже думал желтощек на тридцатку а вот это был сход просохать и у я сначала было прикольно а сейчас не удержал подсечку хорошо даванул не по-детски вот он корж сначала был трава но нифига гамакатсу зверюги второго я как дерну ашу губу ему чуть не оторвал ну давай зверек клюй мы ж тебя на камеру хотим заснят второй шлепанец сниму сбилась дпс навигация я чувствую зерки где-то тут вот рядом ходят мы сегодня с димой опять приехали попробовать половить зверьков его только не успел еще настроить камеру включить у нас плюнул маленький зверёчек вот такой вот зерек очень классно его мы уже ждали давно и ради них мы приехали до дима но такого маленького мы конечно не ожидали красавца сейчас мы его подведем это у нас можно сказать амурский бас по факту если можно так классифицировать вот он стоит семейство окуневых китайский окунь либо ауха я правильно сегодня назвал вот это зверек очень колючий с ядовитыми шипами очень красивый находится в красной книге нам придется его конечно отпустить этого зверечка очень мощные сильные шипы очень ядовитые можно остаться без руки наколовшись вот на эти вот шипики взял он у меня блесну фирмы акмы с обвязанной мухой зацепил все хорошо чтобы вот конечно эти не даже на жабрах какие-то крючки видите мощные шипы сейчас на колодца что два пальца об асфальт от этого поджимая даже боюсь его в руки брать сейчас мы его обезнательно освободим аушонка уже когда начать освобождать он же весь еще расщепляется как морская звезда ну пасть открывай не бойся малек отпустим тебе обязательно вот моего бы безболезненно сняли какой красавец простого хотя даже поцелую смотри какой вкусный на какой он вкусный ну беги красавец мы бы конечно хотели бы сейчас поклевку иметь килограмм на 5 на 6 такого беги но берег за часы 3 шипы поднял всех убежал ушел на спасибо тебе за поклевку буквально сразу же тут со второго или с третьего заброса схватил артура где тащу может вот здесь я клюну тут спокойно до пробовать на берегу сидит то есть вот видите да уважаемые что даже вот прям вот так сказали мне что здесь прямо он может реально сидеть и прям клюну тут прям таких местах и сидит до поклевок нет я конечно не уверен что вот я с первого раза делаю все правильно но мне мой компетентный товарищ подсказал как нужно все делать я тоже стараюсь сделать легкий стечь лягушка там прыгать прям как настоящая сам бы схватил ну вот знаем и рыба что есть видели ну пока поклевок нету у нас небольшой ветерок это тоже может играть некоторую роль снимай это было поклевка да было поклевка сейчас я его да есть отлично вот наш пир пошел ах ты пошел вот я прямо видео как заглотил артур дал ему подождать да как вот правильно нужно 20 секунд может поменьше может поторопился чуть-чуть тем не менее поклевка была но палка у меня мягкая думаю то что да это не потек я и я тоже кажется тебе просто не хватило силы мощностью вот этого рынка удара да был бы сон он бы сел однозначно него про на ну зме голов у него пасть до была поклевка я видел круги действительно может быть у камеры тоже обжор 170 градусов может быть вы тоже уважаемые заметили муж возьми и заглотил шоу на дно артур надо было подождать 20 секунд и сделать жесткую подсечку ну вот я еще фрикцион не затянул поэтому на то есть фрикцион надо жестко да то есть это вот примерно как вот я на трофейного таймени да хочешь то есть вот так вот да ну вот у меня с нас как бы вообще-то и мешать а в данный момент мне вот как бы очень тяжело кидать лягушку но тем не менее я по моему докидаю да да куда надо вот у нас поклевка о хороший какой он здоровый это просто пипец артур давай 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 вот наш первый зверек не позволяет снасть это сделать да и красавица он просто гигантский на двойники безбородок поэтому тут да слабинку давать не надо да сразу да ты наверно отходи на нос туда артур перешагивать давай ему натяжку на баллон а я тогда тут наверно буду принимать не поднимай потому что сойдет на шнуре не поднимать да ну как смотри как он зацепился сомик у нас оказался сумме всего лишь сомик на лягушку что-то всем с лицам справишься оказался сомик оказался сомик да живут они вместе на одном болоте конечно вот он уже за жабра вытащить конечно смогу сейчас его заберу ох ты подожди держи то круглую пусть измотается чуть-чуть он скользкий видишь вот такого зверька мы взяли хороший такой сомик красивый совсем небольшой я думаю килограмма два примерно где то есть схватил у нас на лягушку мы думали уже наверное это будет змея голов ловили змея голову помогаем еще заглотить дал как положено все они тоже глотают натягивают обычно конечно ну таких мы здесь отпускаем да конечно таких надо пускать дарим дарим ему свободу поздравляйте с первой рыбой глава руки теперь сейчас покажем что он не съел один глаз вывернул сюда какой он негодяй вот так как получилось да ну у нас уже не хорек это нас радует и ловим и дальше будем все таки ловить нашего змея голову я сначала думают и змея голову нет вообще был похож начали в начале да а потом когда уже он ближе подошел и вот здесь вот я понял у меня свечка делает сразу